Всем привет! Это программа «Я в Бийске» и я, Алена Юрьевна. И сегодня мы с вами совершим удивительное путешествие на воздушном шаре. И прямиком из выставочного зала, виртуально, конечно, мы переместимся в Италию. Культурно-досуговая программа в выставочном зале сегодня совсем необычная. И вот буквально с перемещением в другую страну. Что сегодня произойдет? Ну, сегодня действительно для жителей города мы подготовили сюрприз. Это виртуальное путешествие из Бийска в Италию. И называется это культурно-досуговое мероприятие «Путешествие на воздушном шаре». Название, конечно же, не случайно. Во-первых, у нас есть воздушный шар. Это замечательная, красивая фотозона. Ну, а самое главное, знаете, июль – лето. Ну, и июль сам по себе чудесный месяц для того, чтобы мечтать. Эта программа проходит в рамках выставки «Город над берегом». И вообще расскажите немножечко об этой экспозиции в целом. И как вы связали Бийск с Италией? Ну, действительно, выставка «Город над берегой» открылась 18 июня, в день рождения города Бийска. И она посвящена 315-летию нашего замечательного и любимого города. Здесь представлены работы и художников-профессионалов, и любителей творческих людей нашего города, и выпускников колледжей, вузов специальностей «Изодизайн». В этом ее уникальность. Ну, это была и такая концепция этой выставки. Очень светлая, радостная выставка. Более 250 работ здесь представлено. Работает она до 28 июля. Ну, и, конечно, очень хотелось бы, чтобы как можно больше жителей нашего города смогли ее посетить и увидеть. Приятно, что приходят. Ну, и, конечно же, в рамках этой выставки мы проводим разнообразные досуговые мероприятия. Это и мастер-классы, и творческие встречи с художниками. Ну, и вот новая культурно-образовательная программа. Так почему же мы все-таки решили переместиться из Бийска в Италию? Ну, вы знаете, наверное, может быть, это потому, что даже и моя мечта, во-первых, полетать на воздушном шаре, а во-вторых, посетить Италию. У нас в Бийском Кривическом музее есть предметы, да, которые связаны с Италией. Ну, во-первых, это пластинки, да, музыкальные произведения. Ну, и у нас есть уникальный сотрудник, который разговаривает и может говорить на разных языках. Один из них итальянский. И вот хотелось бы это все совместить. Приятный, теплый, чудесный летний вечер. Почему бы не совершить такое путешествие, да? Путешествовать можно куда угодно, но Италия так красиво и романтично звучит. А в летний месяц исполняются все мечты, поэтому сегодня мы приглашаем совершить виртуальное путешествие вместе с нами. В рамках культурно-досуговой программы запланированы различные музыкальные произведения на итальянском языке. Я сначала засомневалась, но оказывается, в Бийском Кривическом музее есть сотрудник, который знает этот язык. Скажите, откуда? Я говорю итальянский уже несколько часов. Я учу итальянский язык уже какое-то время. Просто изучаю самостоятельно. То есть вы ни на какие курсы, ни в какой школе обучающей не были? У меня лингвистическое образование. И насколько сложно самостоятельно выучить язык иностранный? Достаточно сложно, нужно постоянно терпение. Сколько вам потребовалось времени на это? Как минимум несколько лет нужно. А сами вы уже были в Италии? К сожалению, нет. Ну это какая-то мечта? Ну я была бы очень рада в таком случае. Почему именно итальянский? Обычно английский, французский, немецкий выбирают. У вас достаточно такое необычное предпочтение. Прежде всего из-за музыки. Сегодня мы подемонстрируем музыкальные композиции на итальянском. Так, а это ваша сегодня переводчица, как я понимаю. Вот скажите, вам самой нравится этот язык и что отличает итальянцев? Ну что отличает итальянцев? Я, наверное, могу сказать темперамент. Вот в первую очередь. Вообще, да, нравится итальянский язык и очень красиво Елена Сергеевна на нем говорит. Поэтому вот сегодня послушать это будет очень, конечно, мне кажется, такое событие удивительное для бийчан. Сейчас я хочу небольшой экспромт такой сделать. Несколько пожеланий можете сказать зрителям бийского телевидения? Без переводчика, конечно, здесь не обойтись. И мы хотели бы поделиться с вами пожеланиями на словах итальянского музыканта Николу Моррикони. Обещаю, ты каждый раз помогаешь мне понять, что любовь – единственная дорога. В рамках выставки «Город над берегой» размещено множество различных картин. Но всегда хочется рассказать о каком-то, по крайней мере, одном произведении или нескольких более подробно. И сейчас Юрий Викторович Поздеев расскажет нам о какой-то одной картине. Что это за картина? Это картина, художественное полотно, которое находится перед нами. Принадлежит она бийской талантливейшей художнице Марины Уткиной. Эта работа называется премьера. Но это не просто премьера, потому что на полотне мы можем видеть знакомый мотив. То есть это здание городского драматического театра, а также здание главпочтампа. Но, естественно, понимание премьера – это как премьера в театре. Но я бы сказал, это и премьера картины. Потому что очень множество художников, когда выставляли свои работы в выставочном зале, они очень часто использовали этот мотив. Но здесь впервые художница показывает вечернее состояние нашего театра. Мне кажется, при этом еще или дождь, или снег идет, какие-то погодные условия. Да, это метель. Это метель. Но самое главное – здесь две стихии. С одной стороны, это холодная цветовая гамма. И тут же художница вносит вот эту электрическую энергию, то есть теплую, солнечную. И вот это противоборство двух стихий – холодного и горячего – как раз и порождают гармонию, которая исходит от этой картины и очень положительно влияет на зрителя, который не может остаться равнодушным. А почему вы выделили из множества работ именно вот эту картину? Да, потому что, как я уже говорил о том, что многие картины, которые выставлялись на протяжении более десяти лет, многие художники, в том числе и студенты с художественным образованием, они создавали образ театра, но это всегда было дневное освещение. А здесь впервые художница показывает нам театр в совершенно другом ракурсе. Это вечернее именно состояние. И совершенно правильно подмечено, что это еще и метель. Рядом со мной снова Елена Попова. В рамках этого мероприятия она подготовила экспонаты, которые относятся к итальянской культуре. Расскажите, пожалуйста, что у нас сегодня здесь? Здесь представлены предметы из фондов музея, то есть это все предметы из нашего коллекции Бискуковического музея. Мы решили создать такую мини-выставку для того, чтобы расширить контекст и чтобы создать атмосферу, которая бы напомнила нам о путешествиях, о дороге на воздушном шаре, дороге непосредственно в Италию. Есть предметы из разных коллекций, но прежде всего из вещевого фонда и из коллекции техника. Что интересного здесь? Можно посмотреть. Здесь можно обратить внимание на музыкальные пластинки. Это пластинки виниловые, видимо, они большого формата, то есть для музыкальных проигрывателей, и они все именно с итальянской музыкой. Там и итальянская народная музыка, и итальянская популярная музыка. Про виниловые пластинки мы, кстати, рассказывали в некоторых программах, история в предметах. Можете поискать. А что еще здесь есть? Еще у нас можно обратить внимание на буссоль, видите, здесь у нас карта Италии, и на ней представлена для создания атмосферы буссоль. Буссоль – это особый вид компаса, видимо, он очень действительно похож на компас. А вообще много в Биском краеведческом музее каких-то экспонатов, предметов, которые вот относятся к Италии? Ну, конечно, тематика Италии не является для нас основной, или только на которой мы фокусируемся. Это просто одна из возможных тем, для которых мы можем что-то подобрать. В основном вот эти экспонаты откуда поступили? В основном они поступили от бийских коллекционеров, которые подарили их фонды. Начальник отдела культуры Юлия Сафонова рядом со мной. Рекреационные программы сейчас являются перспективным направлением. И вот мы сейчас посмотрели одну из таких программ. Вот ваше мнение, насколько они интересны и могут прижиться в Бийске? Ну, вы знаете, даже, можно сказать, не посмотрели, а активно поучаствовали. Потому что после такого замечательного погружения в итальянскую культуру, в итальянскую музыку и в те замечательные пейзажи итальянские, которые нам были показаны, вот просто даже хочется что-то сказать по-итальянски. Я сидела и думала, ну что же я знаю по-итальянски? Ничего, кроме Грация Мильта, организатором данного проекта. Потому что, конечно, это здорово, когда мы можем подчерпнуть не только какие-то исторические, культурные особенности других, да, но и это способствует нашей дальнейшей заинтересованности в этом. И вы знаете, тем не менее, не могу не сказать, вот любуясь пейзажами Италии, я сидела и думала, а как здорово у нас в Алтайском крае, и та выставка, которая здесь организована, в очередной раз доказывает, насколько по-разному мы видим действительность и насколько яркий и красивый наш город Бийск, который в этом году будет праздновать 315 лет. И, конечно, очень ценно, что в наш такой юбилейный, можно сказать, год на территории города Бийска, ну, открываются какие-то новые перспективные направления проведения досуга. Я очень надеюсь, что подобная форма станет традиционной. Да, мы не сказали, что рекреационные программы, вот суть их в том, чтобы приходить не только за отдыхом, но и за знаниями. Вот как считаете, бийчане открыли для себя Италию с новой стороны сегодня? Я думаю, да. Ну, и тем более, вы знаете, не секрет, что говорят, что итальянцы и русские немного близки по духу, поэтому очень такая получилась программа добрая, насыщенная, какая-то такая итальянски нежная, скажем так. А вы вообще любите итальянский язык, вот его звучание? Я отвечу так. Многие языки прекрасны, звучание ласкает слух, но ничего замечательнее великого русского языка, великих русских поэтов. И через вот это познание иной культуры, иных каких-то языков, все больше и больше любишь свое родное, потому что где родился, там и пригодился. Эксперимент в виде такой интересной культурно-досуговой программы, немножечко нетрадиционной, мне кажется, он удался, но хочется все-таки спросить мнение бича. И здесь у нас педагог, между прочим, по музыке. Скажите, пожалуйста, вот как вам вот это мероприятие, что понравилось? Эмоции, конечно же, положительные, потому что культурное мероприятие, досуговое мероприятие, это всегда здорово, это интересно, это расширение кругозора, это полет фантазий, мечтаний. Сегодня, в этот вечер, мы провели вместе с дочерью, и было очень приятно побывать на этой выставке, посмотреть картины, посвященные нашему городу Бийску, также послушать поэзию о любви на итальянском языке. Очень было приятно, спасибо. Что новое вы познали, вот чего ранее, допустим, вообще не подозревали о таком? Понравилась форма проведения досугового мероприятия, совершенно новое для меня. На таком мероприятии я еще не была ни разу, поэтому, если это войдет в практику, то мы будем всей семьей приходить и с удовольствием погружаться в мир искусства, путешествовать виртуально по разным странам и познавать для себя много нового и интересного. А как часто вы вообще ходите в выставочный зал и посещаете мероприятия? Ходим, конечно, но не так часто, как хотелось бы. Вот такие мероприятия, они как раз способствуют тому, чтобы нашей семье и вообще в целом для жителей нашего города такие мероприятия посещали семьями и получали положительные эмоции. Узнавать о новых странах, культурах и народах всегда очень интересно. И мне кажется, такой формат мероприятия был очень полезен и интересен. А это была программа «Я в Бийске» и я, Алена Юрьевна. Всем пока! Смотрите программу «Я в Бийске» на странице Бийского телевидения на видеохостинге YouTube, в группах «Бийск. Мой город» в социальных сетях, а также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» bwork.ru. Субтитры создавал DimaTorzok